Смотрите сегодня в программе. Репортаж с Международного Московского фестиваля «Сады и люди». Как с помощью притяжения и таланта можно заработать высшую награду Международного фестиваля по ландшафтному искусству, где можно приобрести максимальное разнообразие сортов земляники? Что такое земклуника? Каким фейкам из интернета? Не стоит верить. И, наконец, почему покупать удобрения для земляники выгоднее в мае? Мой пятый элемент – притяжение. Это та универсальная связующая сила, которая соединяет звезды и планеты в системы, которая соединяет элементы композиции в картине. Но также это эмоциональное притяжение, которое возникает между людьми, между человеком и произведением искусства, и между человеком и природой. Метафоры силы притяжения в саду служат стилизованной космической модели, которая читается и в плане, и в объеме. Это дуги орбиты и растения планеты, круглые площадки и дорожки лучи. Вдохновением для композиции послужил планетарий и абстрактные работы художницы Сони Делане. Поскольку сад у нас космический, межпланетный, я использовала индустриальные материалы, которые намекают на летательный космический объект, который приземлился где-то на земном лугу, на поле, и начал активно зарастать земной растительностью. Из таких индустриальных материалов это, конечно, габионы с такими вот камнями, крупными камнями, которые для меня напоминают метеориты или какие-то минералы. А вот это вот решетка, ступень-решетка, из-под которой у нас прорастает вербейник, монетчатый. Экопарковка, конечно же, которая позволила мне создать вот это зеленое мощение, ощущение заросшего сада, который уже побыл здесь много лет. И, конечно, здесь на отсыпке тоже у нас появляются растения, которые вот так вот начинают активно наползать на нашу вот космическую композицию. Композиции из растений составлены в природном стиле, то есть так они могли бы расти на реальном лугу. Здесь на переднем плане у нас осоко-гладконосы, и вот этот чудесный акцент агастахи summer glow. При этом растения также поддерживают и геометрию композиции. Например, здесь агастахи, как лучи, разлетаются вокруг вот этого основного центра, площадки с подвесным креслом. Вот эта прекрасная калина появилась здесь не сразу. Когда я пришла на площадку, я увидела боярышники, вот эти прекрасные нависающие боярышники, и тогда я решила включить их в композицию, чтобы они заработали, и добавила здесь вот эту вот калину, которая также вот этими акцентами поддерживает яркий красный цвет моих архитектурных деталей. А здесь композицию вы тоже видите абсолютно луговую, такую естественную. Два вида тысячелистников, red velvet и paprika, и они замиксованы с двумя видами осок. Это осоко-гладконоса и осоко-обильно-листная. И также на первый план у нас здесь выходит горец родственный, Darjeeling Red, который соединяет этот более высокий цветник уже с первым планом, с травой и отсыпкой. В этом саду мне вообще очень понравилось общее колористическое решение. Все решено в красных тонах, и очень интересно работает на нюансных сочетаниях. Вот посмотрите, как это сделано среди цветов. И обыкновенно, профессионально, удивительным образом собрана композиция этого сада, и передана эмоция автора, посетителя. Очень чисто, лаконично, и я думаю, что этот вот эффект очень сработал. И я бы еще выделила, конечно, использование современных материалов и просто высочайшее качество исполнения. Просто высочайшее. Это прям подкупает, потому что действительно не все с этим справились в кратчайшие сроки. Здесь это очень высоко. Замечательная весенняя погода, прекрасное настроение. Я сегодня приветствую вас с зеленой площадки садового центра Чаполина, которая находится по адресу юбилейная 10А. Землянику любят все, от мала до велика. За все время существования садового центра Чаполина мы привезли более 120 сортов различные земляники. В этом году ассортимент земляники в наших садовых центрах тоже очень большой. Есть ранние, средние, поздние, есть ремонтантные сорта. Остановлюсь я сегодня поподробнее на трех самых лучших сортах земляники. И начну я свой рассказ с хорошо известной всем полюбившейся земклуники под названием Купчиха. Если хотите на своем участке иметь ягодку с изюминкой, обязательно посадите земклойнику Купчиху. Во-первых, у нее ягоды превосходного аромата лесной земляники, а также вкуса. Очень сладкие, очень вкусные, огромный, богатый урожай. Если вы посадите в этом году вот такую небольшую розетку, то к концу лета у вас будет большой, шикарный, роскошный куст. Земляника садовая Горигуэта. Это очень ранний сорт земляники с длительным плодоношением до 4 недель. Кусты очень мощные, ягоды до 100 грамм. Сорт очень устойчив к заболеванию, этим он привлекает своих потребителей. Кстати, землянику Горигуэту можно прекрасно использовать в кашпу. Посмотрите, какие у нее ягоды, конической формы, мякоть очень сладкая, с ярко выраженным земляничным вкусом. И еще одна новинка, сорт земляники Камрад Победитель. И понятно, почему его так назвали. Если вы хотите как можно дольше продлить себе лет и наслаждаться вкусом земляники, обязательно посадите себе этот сорт, потому что он среднепозгий. Посмотрите, какие у него шикарные ягоды, весом до 100 грамм, кусты мощные, высотой не более 40 сантиметров, и по вкусовым качествам он по всей шкале занимает высокое место. Земляника растет на любых почвах, но помните, что урожайность ее зависит от плодородия почвы. Самый неприхотливый это сорта однократного урожая. А ремонтантные сорта земляники требуют большего ухода. Не забывайте клубнику подкармливать, она очень любит органические удобрения. Если вы закладываете новую плантацию, то расстояние между растениями делайте 20-40 сантиметров. А для подкормки клубники я рекомендую вот такое хорошее, очень эффективное удобрение, органоминеральное, от фирмы Фаска. Также клубника не любят сорняки. Не забывайте обязательно с ними бороться. Многие из дачников, наверное, в интернете уже столкнулись с лжеинформацией о прекрасном чудо-препарате, в кавычках, который называется Биогард. Как говорил великий гений, ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Так вот, именно препарат Биогард это фейк. Этим препаратом вы ничего не сделаете на своем дачном участке, можете только навредить. Есть простое, надежное средство, которое прекрасно работает по клубнике. Препарат называется БиС-300. Обязательно купите и используйте его на участке для своей любимой клубнички. Раз уж мы заговорили о фейках, то продолжение нашего разговора о клубнике еще раз. Помните, несколько лет назад интернет пестрил предложениями вьющейся клубники? Это тоже фейк. А вот выращивать землянику вот в такой вертикальной культуре это вполне возможно на любом дачном участке. Ну что ж, хватит бороться с фейками, давайте поговорим о прекрасном. После 9 мая в наши садовые центры ожидается большая поставка цветочной рассады. Там будут виолы, петунии, кашпо с виолами, кашпо с петуними, будут герани, фуксии, много тагетисов, хризантемы в этом году будут уже цветущие. И, конечно, большой ассортимент мы привезем рассады пряных трав. Ну что, напоследок, как всегда, приятно. Сегодня у нас акция на органоминеральное удобрение фирмы Фаска. Раньше оно стоило 289 рублей. Сейчас вы сможете купить его для своей любимой землянички за 159 рублей. Ощущаете разницу в цене? Ходим мы по магазинам, выбор весь никто несет. Вы бывали в Чиполино? Как? Вы бывали в Чиполино? Там есть абсолютно все. Чиполино! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова